Наш эфир идет на канале Фейгенлайв, где вы его сейчас смотрите, и на канале Виталия Портникова тоже. В описании к этому видео вы найдете ссылку по имени Виталия Портникова канала Виталия Портникова. Можете пройти, смотреть эфиры там, можете подписываться там. Ну и, конечно, обязательно подпишитесь на канал Фейгенлайв. И ссылки на этот эфир разместите в своих аккаунтах в социальных сетях и группах. Обязательно поставьте лайк этому эфиру тоже. Ну и если вы подписались на канал Фейгенлайв, поставьте колокольчик, вам будут приходить уведомления о новых эфирах. Последнее объявление у нас, как и прежде в чате и в описании к этому видео, как и всем другим, стоит ссылка на игру Зомби Апокалипс Война Марка Фегина. Если кто играет в компьютерные игры, скачайте эту игру. Там прямые ссылки, очень удобно, без всяких форм заполнять. Ничего не надо. Просто скачали и уже играйте. Сегодня нам пришло сообщение от Стима. Это главная платформа компьютера. Ну, как в поисковике Google, так для компьютерных игр. Все знают платформу Стим. К ней обратилась российская власть, ну, видимо, Роскомнадзор с тем, чтобы нас предупредили, что эта игра является преступной и так далее. То есть мы продолжаем, значит, препиратиться с американской платформой Стим, чтобы можно было скачивать с нее. А Кремль ведет против нас эту борьбу. Но это не в первый раз, так что учитывайте письмо, у нас об этом информация есть. Далее. Ну что же, тогда давайте все равно то, что нам ближе. Вот мы как бы обсудили, скажем, внутренний контур этой проблематики, связанной с выборами, величием и крахом. А теперь, как это все-таки, что мы не раз уже затрогивали наших фрагментарно, телеграфно, как это отразится на роли Америки в том и в другом, кстати, случае. Потому что, несмотря на то, что Камала Харрис, Камала Харрис, тут меня тысячу раз поправляют, значит, является представителем скорее эстеблишмента, элиты, в отличие от Трампа, который антиэлитно действует, ну и будучи популистом, эксцентричным политиком, возможно, с диктаторскими замашками, наркотесизмом и так далее. Тем не менее, не факт, что Камали Харрис и с ее глобалистским подходом, как у всех демократов, да, удастся удержать это величие и вызовов будет брошено существенно больше. Равно как и отчасти изоляционистская, как мы ее понимаем, программа Трампа, она тоже исходит из того, что нехрен нести ответственность за другие народы и регионы мира, в том числе, кстати, за Европу, часть западного ареала. Вот как здесь, в контексте войны в Украине, потому что она же лакмус, вот опустили, она краснеет, фиолетовая или там какая, то есть ты Трамп, мага, так сказать, стайл, или же Камала Харрис со всем ее этим бесконечным гуманизмом, ой, не надо там сектор газа, ой, а вот тут по миру давайте пройдемся по украинской войне и так далее, а в общем и то и другое чревато получается, ну, изменение доминирующей роли Соединенных Штатов Америки, уже разговоры в Европе так и идут, что полагаться на Америку себе дороже, может вообще боком вся эта история выйти. Конечно, это все воспринимается. Я думаю, что тут тоже произошли необратимые изменения. Поэтому я, кстати, абсолютно спокойно отношусь к тому, как изменится ситуация с Российско-Украинской войной в результате президентских выборов в США. У меня тут нету ни апокалиптических ожиданий с точки зрения победы Трампа, потому что я вообще не верю, что он что-либо может сделать, ни каких-то радужных ожиданий от победы Харрис. Я считаю, что то, что происходит сейчас с Соединенными Штатами, обусловлено во многом тем, что прошло то время, когда экономическое давление Соединенных Штатов могло так или иначе повлиять на мнение страны агрессоров. И Америка либо экономическим путем, либо силовым путем могла заставить такую страну изменить свой курс. Последними ласточками такого рода подхода, которые, кстати, были растоптаны самими адмириканцами, были действия администрации Джорджа Буша Старшего и Джорджа Буша Младшего. Джордж Буш Старший освободил Кувейт, аннексированный Ираком, собрал международную коалицию и проиграл выбор Билла Клинтона. То есть это вовсе не считалось великим достижением, правда? Джордж Буш Младшего вообще считался абсолютным ястребом из-за своего вмешательства в массу мировых конфликтов плюс свержение режима Саддама Хусейна в Ираке, хотя по большому счету это свержение режима Саддама Хусейна стало одними следствия 11 сентября, когда стало ясно, что при существовании государств, поддерживающих и финансирующих терроризм, Америка не может чувствовать себя в безопасности. И с тех пор наступил новый мир, мир Барака Обама, в котором мы живем. Мир, в который Соединенные Штаты не хотят особо никуда вмешиваться, а если куда-то вмешиваются, то оказывается, что их сил больше не хватает. Вот реально говоря, я еще очень хорошо помню, что Барак Обама говорил о кумулятивном эффекте санкций, которые Соединенные Штаты вводят против России в 2014 году. Что такое кумулятивный эффект санкций? Вот мы введем против них санкции, рано или поздно они увидят их эффект, поймут, что мы можем ввести еще большие санкции, если они не успокоятся. Санкции из А, да. И они, естественно, пойдут на переговоры, остановятся, окстятся, потому что они нас боятся. Эта идея благополучно просуществовала до 2022 года. Кстати говоря, я считаю, что эту идею разделял не только Барак Обама и не только Джозеф Байден, ее и Путин разделял. Он был совершенно уверен, что произошла катастрофа, когда не удался Блицкрик. И когда стало ясно, что американцы вводят санкции из ада вместе со всем Западом, а России еще придется воевать. Ну не уходить же, если есть Украина. Кстати, я думаю, что вот эти вот все стамбульские потуги и так далее, это были такие конвульсии еще. Может, надо действительно остановиться, если они все-таки там на все согласятся, чтобы избежать санкционного потока. Но все-таки решили не останавливаться. Американцы продолжили санкционное давление. И тут оказалось, что в мире не одна, а две большие экономики. Экономика Запада и экономика Юга. Больше Соединенные Штаты ничего не могут сделать. И сейчас мы сидим и только говорим. Ой, ну вы знаете, но в 2025 году в России уж точно начнутся проблемы. Если помните, мы это говорили про 2023 году, про 2024. Ну какой, да. Вот. Я думаю, что в 2025 будет говорить, как и в 2026. Россия – это теперь часть экономики глобального юга, или, проще говоря, Китая, с индийской подхваткой, поддержкой. Это значит, Соединенные Штаты не могут экономическим путем заставить страны, нарушающие мировой порядок, изменить свое представление о нем. А военным путем они могут это делать только там, где нету ядерного оружия. То есть теперь почти нигде. Потому что, опять-таки, если мы представим себе, что Трамп еще в первой свое президентство мог бы воевать с Ираном, то сейчас он может 300 раз подумать, не приведет ли его столкновение с Ираном, условия бомбежка Тегерана с Штатами, а к какому-то ответу России. То есть тому, чего Трамп точно хотел бы избежать. А экономически додавить Ирану в Америке не выходит. Сколько лет уже Иран по санкциям? Такими жесткими. Не два с половиной года, как Россия. Ну, кстати говоря, это слабость Америки, вот то, что мы живем в мире Обамы. Еще и по Северной Корее чувствовалось. Это уже происходило, когда мы переместились в чудесный мир Обамы. Дональд Трамп встретился с Ким Чен Ыном. И предлагал ему большие деньги за отказ от ядерной программы, а не то он грозил его пальчиком. Ким Чен Ын его по большому счету послал. И что сделал Дональд Трамп? Ничего. Он не захотел прибегать к военному давлению. А экономически он бессилен, потому что Северная Корея это просто прокси государства КНР, живущие на китайский день. Вот и все. Кстати говоря, а теперь есть очень хороший вопрос. А Китай что-то может сделать в Северной Корее особенно? А я не уверен. Потому что Северная Корея тогда может принять американское предложение. И тогда Китай лишится своей прокси держав на Корейском полуострове. Кому такое надо? Вот вам прекрасный ответ на вопрос, где мы сейчас находимся. У всех этих диктатур есть выбор, который, естественно, они могут совершать, если их, так сказать, спонсирующее государство откажется от их поддержки. И тут много примеров. Но Саудовская Аравия, которая всегда была верна в союзников США, в результате сейчас дрейфует от Америки к Китаю. Китайцы мирят их с иранцами. И они уже могут не так учитывать американское мнение, как раньше. Потому что Китай может быть покупателем их нефти. И Соединенные Штаты слишком жестко будет с ними разговаривать. Но они не будут, потому что им тоже нужна эта нефть. Но, как говорится, это все совершенно другой мир наступил. Вот. Поэтому теперь есть вернуться к российско-украинской войне. Что может сделать Харрис для Украины? Став президентом Соединенных Штатов. Она может продолжить курс администрации Байдена на военную и политическую поддержку Украины с поправкой на то, что ей скажут на этот конгресс, который, скорее всего, будет контролировать республиканцы. То есть будет муторная борьба за новые миллиарды помощи. Кто может сделать Трамп? То же самое. Он, конечно, может связаться с Путиным, предложить ему некие условия окончания войны, на которые Путин не пойдет. Что он будет делать после этого? Вот в Украине немало романтиков, потому что понятно, что украинское общество, оно по своей сути больше трампистское. Тут же люди, как говорится, право консервативное, традиционалистское, и они бы очень хотели бы, чтобы президентом Америки был бы Трамп, но чтобы Трамп им помог. Да, он помог Украине. Ну, понятно, что это не общество либеральное в ценах. Поэтому все тут, ну, понятно, Трамп, он позвонит Путину, он ему скажет, давай заканчивай войну, а если не закончат, Трамп забросает Украину оружием, томагавками, атакамсами, всем на свете, чтобы наказать Путина. И это такие фантазии вот. На днях разговаривал с одним из коллег, он мне рассказывал ровно вот эту вот программу с горящими глазами. Да не, ну это... Ну, понятно. Но что сделает Трамп в случае, если Путин ему откажет? Я тоже считаю, что он продолжит поддержку Украины, но ровно руководствуясь идеей Байдена. Эта поддержка должна оказываться ровно в той мере, какой она не приведет к конфликту прямого между США и Россией. Вот Байден уходит с поста президента, говоря, что он был тем президентом, при котором Америка не вела ни одной войны в мире. Трамп таким президентом никогда не был. При нем были войны. Афганистан был. Ну, имеется в виду, он не начал. Трамп говорил, что я не начал ни одной войны. А Байден может говорить, что он закончил, ну, в частности, войну в Афганистане. Да, и больше никогда не Америка не ведет. Да, сама Америка не ведет. Да, вы как-то понимаете, что Трамп хочет быть президентом, который ни одной войны не начнет. Это то наследие Байдена, которое для него важнее всего на свете. Потому что он президент миротворец. Для американцев Америка не должна воевать. И если Байден оставил ему Америку, которая, вот если его изберут, которая не воевала, а он начнет войну еще и с Россией, то это какой-то антитрамп. Поэтому я считаю, что... То есть, что есть два, ровно два варианта развития событий после того, как Путин пошлет Трампа. Первое. Трамп вообще умоет руки, скажет, что это европейский конфликт, который ему не интересен. Но я думаю, что это маловероятно, потому что Трамп будет учитывать общественное настроение, говорящие о том, что Украине надо помочь, сопротивляться. И второй вариант, что он будет ей давать ровно столько оружия, сколько, по его мнению, не должно привести к прямому столкновению с Москвой. При этом надо сказать, что я думаю, что Трамп более склонен воспринимать путинский шантаж, чем Байден. Потому что Байден действовал, исходя из своих представлений о красных линиях, а Трамп может действовать, исходя из путинских представлений о красных линиях. И это в этом смысле может быть опаснее для Украины. Но в целом вот будет такая, я бы сказал, понятная программа вялотекущей поддержки Украины, чтобы она не могла сдаться и чтобы она останавливала российское вторжение. И это наследие, я думаю, что оба президента возможных, и Камала Харрис, и Дональд Трамп передадут тому президенту, который будет избран 5 ноября 2028 года. Это вот программа следующей каденции. Как этот конфликт вообще решать? Вот смотрите, смотрите, Виталий. Но и в том, и в другом случае получается эрозия роли Америки по отношению к западному миру и фактически к мировой доминации происходит. Да, происходит 5 ноября. Так я же об этом и говорю. Так это же очевидно. И к какому это ведет последствия? Что это двуполярный мир будет, Пекин, Вашингтон и соответствующие? Я вам так, я скажу. Есть три варианта развития событий. Давайте. Первый вариант победа Украины, условно говоря, когда Украина сохраняется как государство, вступает НАТО в Евросоюз, пусть даже не может отвоевать всех своих территорий. Но российские амбиции оказываются посрамлены. Россия сохраняется под санкциями. И даже удержание ей частью украинской территории не окажется победой. Это монополярный мир. Я не думаю, что мы в нем останемся, но такая вероятность тоже, она есть для Запада. Запад может этот мир сохранить, если захочет. Просто нужны усилия. Россия побеждает, Украина исчезает с политической карты мира или часть территории присоединяется Россией, и часть становится государством-сателлитом России. Вполне вероятное развитие событий на ближайшие четыре года. В этом случае появляется многополярный мир. Россия становится политическим гегемоном Европы. Она на равных может играть именно как политический гегемон, не экономический, с Китаем и Америкой. С ней нужно считаться, потому что ее боятся европейцы. Это фактически империя страха. И Европа, континент страха от Лиссабона до Владивостока. Мечта Шарля де Голли исполнилась немножко в другом виде. И Европа, в общем, об этом. Да, то есть, условно говоря, наша чудесная романтическая комедия превратилась, снятая, так сказать, в Париже, превратилась в фильм ужасов, снятый на киностудии имени Горького. Хорошо. Окей. И третий вариант – конфликт продолжается. И новые конфликты разрастаются. Это биполярный мир. Потому что все мы понимаем, что в этом случае ключи от окончания конфликта находятся в Пекине. Единственным лидером, который может остановить весь этот кошмар, является Си Цзиньпида. Он не останавливает. То есть, если он перестает поддерживать Россию, останавливается война в Украине. Если он перестает поддерживать тиран, останавливается война на Ближнем Востоке. Если он перестает поддерживать Северную Корею, или, по крайней мере, на нее готов прикрикнуть, нет опасности войны на Корейском полуострове. Это, кстати, может быть реальная война следующего президента. Вот. Ну и мы его каким-то образом еще удерживаем от собственной войны на Тайване и от потолка дестабилизации в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Вот пока мы сейчас живем в биполярном мире, вот в данный момент. Но мы из него можем выйти либо в мир монополярный, если Запад будет продолжать поддерживать эффективно Украину, либо в мир многополярный, если Россия удастся осуществить свои амбиции по отношению к Украине. Вот это мы все очень просто. Так, уже нас смотрит 37,5 тысяч зрителей, больше 10 тысяч, 10,5 тысяч поставили свои лайки. Просьба, пожалуйста, размещайте ссылки на этот эфир своих аккаунтов в социальных сетях и группах, обязательно ставьте лайки и подписывайтесь. Обязательно подписывайтесь на канал Фегин Лайф и на канал Виталия Портникова. В описании к этому видео по имени Виталия Портникова вы этот канал можете обнаружить, там тоже идет трансляция. Ну, мы уже 48 минут в эфире, остается последний буквально вопрос, который мы должны обсудить в контексте все тех же американских выборов. Давайте о России поговорим. Как сама она поведет и вот эти бесконечные споры, кто предпочтительнее для Кремля, там, ну, понятно, очевидно, Трамп на поверхности. Но вот по-разному тут звучат оценки экспертов. Некоторые говорят, что куда бедно, но Москва с демократами в ходе этих двух с половиной лет войны уже как-то, в общем, более или менее что-то такое договаривалась, вела какую-то свою работу. Вот. Чего хочет Россия или на что рассчитывает Москва в ходе этой кампании и чего она, что она предпочитает, чего добивается? Москва рассчитывает на то, о чем мы начали говорить, когда открыли этот эфир. Москва рассчитывает на хаос. На хаос. Не на Харрис, не на Трампа, на хаос. А что ведет больше к хаосу, победа Трампа или Харрис? Ну, победа Харрис ведет к большему хаосу, если ее не признает Трамп. Ну, допустим, он ее и не признает. А если Трамп... Ну, то есть, Москве нужна дестабилизация институтов. Дестабилизация. Если дальнейшее столкновение демократов и республиканцев будет превосить какие-то плоды с точки зрения деградации американских общественных институтов и раскола общества, это именно то, чего хочет Москва. Москве не нужен Трамп. Потому что Трамп в любом случае не может, так сказать, осуществить желание Кео Путина. Трамп, это, понимаете, такая золотая рыбка, у которой можно все, чего на свете просить, но нельзя просить стать владычицей морской. Вот в чем проблема. А ассоцию разбитого корыта с этой рыбкой можно запускать. Да, в этом проблема. То есть, все остальное рыбка может устроить, она готова. Да. Но этой злобной старухи из Кремля нужно стать владычицей морской. А рыбка сама владычица. Ну, да. Чего она должна, это, так сказать, корону отдавать какой-то жуткой старой старухе с ботоксом? Она не хочет. Ну, понятно вообще, странно будет. Такая рыбка с такими амбициями, что, знаете, рыбакит. Поэтому конфликт тут тоже неизбежен. И поэтому Москве нужен не Трамп, еще раз говорю. То есть, Трамп предпочтительнее, потому что есть надежда на то, что он будет раскачивать лодку, если он станет президентом. Но идеальный вариант – это хаос. Выборы заканчиваются, Трамп не признает своей победы, своего поражения, какие-нибудь там попытки штурма институций, отсутствие имплементации выборов. Кстати, есть же вариант. Отсутствие имплементации выборов, перенос выборов в Палату представителей, избрание Трампа президентом Палаты представителей, при которой большинство американцев его не воспринимают в качестве легитимного президента. Потому что они не знают, что они отдали свои голоса за Харрис, а он просто сорвал имплементацию результатов. Это тоже все вполне возможно. Кстати, в этом случае, это, конечно, такая совсем смешная ситуация, но если вдруг демократам удастся сохранить большинство в Сенате, они изберут Камалу Харрис в вице-президентом США при президенте Трампе, например. Это так работает. И мы будем иметь вообще сумасшествие сумасшествовать. Как вы понимаете. Вот. Но я думаю, что так не произойдет все-таки. Но это тоже вариант, который в Москве был бы очень приветствован. Если бы так можно было бы. Поэтому еще раз говорю, Москва ставит на хаос, на разложение, на деградацию Америки. Это золотой сон Владимира Путина, Николая Патрушева, Дмитрия Медведева. И, кстати, Дмитрий Медведев уже об этом честно сказал. Ну, он вообще все говорит. Да. Он рассказал все их влажные сны. Они об этом и мечтают. Кстати, они будут не только мечтать. Они будут прилагать всяческие усилия, чтобы так оно и было. Так что будем следить за их, так сказать, усилиями после 5 ноября. Ну что же, прекрасно будем. Уже осталось недолго. Подписывая. Уже. 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 Продолжение следует...